Получается, исходя из твоего вопроса, я понимаю, ты до сих пор не понял женщину, тебе уже 40 лет, ты до сих пор не понял женщину, и я считаю того человека, который на самом деле понял женщину, и я считаю, та женщина, которая поняла мужчину, это очень счастливые люди. Аллах в Коране говорит, мужчина это не женщина, женщина это не мужчина, это разные, и исходя из твоего вопроса, ты до сих пор не понял женщину. Брат мой, Аллах, когда описал женщину, знаешь, что он говорил? Он сказал, перевожу. Аллах, когда описал женщину, он сказал, она растет среди красоты, она любит красоту, эта женщина, она, или по-другому можно переводить, они растят ее, имеется в виду ее родители, среди красоты, любят в детстве одевать белое платье, любят, чтобы золото, любят, чтобы красили ее. Эта женщина так, любит быть красивой, понимаешь? И во время, во время спора она непонятная, Аллах так сказал, она сама не хочет, она нерешительная, и, в Аллах, я тебе говорю, если она будет так решительная, как ты хочешь, если ты, как ты мне говоришь, тогда иди женись на Айрат, извини за выражение, на Булат, женись, он решительный, он понимает, что он хочет. А женщина, она, это ее красота, брат мой, ты этим должен наслаждаться, когда она злая, сидишь ты рядом с ней, ты хочешь с ней обниматься, успокаивать ее, она говорит, ну не трогай, она сама отталкивает тебя. Ты сидишь опять, ничего не делаешь, говорит, ну пожалей меня, хоть чуть-чуть обними меня, понимаешь? Сама она не знает, что хочет. Некоторые люди, мужчины, между прочим, я считаю их глупые мужчины, это его раздражает, наоборот, брат, это красота женщины, сама не знает, что она хочет, это Аллах так ее создал, он сказал, во время спора сама не знает, что хочет, понимаешь? Она не может принимать решение во время спора. Есть сейчас, может, из некоторых наших сестер, которые смотрят, говорят, нет, я не такая, сестра моя, это я не придумывал, это придумывал Аллах, это ваша красота. Наоборот, надо флиртовать слабостью этой женщины, это должна заводить мужчина, что она на самом деле нуждается в тебе, понимаешь? Представляешь, когда двой маленький ребенок приходит к тебе и говорит, ну пап, открой мне этот, тебе нравится, согласен? Он не может подниматься на лестницу, пап, помоги, ты обнимаешь его. Тоже так же ты должен так флиртовать слабостью женщины, понимаешь? Ну, в Аллаху Аллаху, я здесь могу ошибаться, я бы не сказал слабость, но она не как ты, для тебя это слабость, но это как раз она так и создана. И ты мне говоришь, я постоянно говорю, постоянно говорю, она меня не понимает. Брат, и ты будешь говорить до смерти? Будешь говорить ты? Для этого именно твоя задача, но ты будешь говорить красиво. Аллах, когда хвалил сподвижников, он сказал про них, Аллах, в Коране, Аллах дал такой дар, они красиво говорят. Ты тоже должен, брат, говорить, это твоя задача. Аллах говорит в Коране, напоминание помогает верующим. Субханаллах, а ты сидишь, здесь у меня ноешь, говоришь, она не понимает меня, она не понимает меня. Ну, что, тогда скажи тогда, когда ты женился, сказал лекцию одну, и все, всю жизнь, она все больше не будет советовать. Ну, надо это говорить красиво, брат мой, мягко. Субханаллах, дай Аллах, чтобы ты это понял. Валлах, иначе ты никогда не вкусишь вкус женщины. Женщина, она на самом деле приятная, когда ты ее понимаешь. И ты хочешь сказать, жалуешься на свою жену, и хочешь сказать, думаешь, что другие женщины лучше. Они такие же. Даже моя великая мама, да, она такая, твоя великая мама, она такая. Она любит красоту, любит, понимаешь, забывает, ей надо, ее надо напоминать. Это так суть женщины, она, надо поддержать ее. Это суть женщины, она без мужчины не может, она всегда должна быть под твоего тени. Ты не можешь отдать ее свободу. Это ее суть. Надеюсь, я тебе, иншаллах, объяснил. И если ты переживаешь, и волнуешься, что она ревнует, она будет ревновать. Даже наши матери, смотри, я тебя спрошу, кто самый лучший женщина на свете? Кто самый лучший женщина этой умы? Это жены пророка, саллаллаху алейхиссалам. Они ревновали. Даже, субханаллах, была же вайрия такая, жена пророка, саллаллаху алейхиссалам, очень красивая. Аиша, когда видела ее, прямо поняла, что пророк на ней женится. Как она готовилась, очень красиво одели ее, очень сильно украшали ее для пророка. Пришли к ней жены пророка, нашей матери. Пришли к ней и сказали ей, ад-дажжаль вишел. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалам, сказал, когда приходит ад-дажжаль, бегите от него. Не ищите с ним встречи. Идите на горах, подальше от него. И, субханаллах, они сказали ей, ад-дажжаль вишел. И бедняка куда пошла? Она зашла, есть была такая местность, где ненужные вещи, дрова и так далее, были брошены. Она ушла и под дров, боялась, что ад-дажжаль вишел. Пришел Мухаммад, саллаллаху алейхиссалам, искать свою невесту. Представляешь, брачная ночь, где она сидит под дров, в пауках, в паутинах, понимаешь? Витаскал ее пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалам, говорит, что ты там делаешь? Она сказала, я, Расуллах, сказал, что ад-дажжаль вишел. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалам, улыбнулся и сказал, не это я имел в виду. Но, от этого мораль какой? Если тебя волнует, что твоя жена ревнует, ты далеко, брат, далеко не понял, женщина. Она будет ревновать. Хоть, субханаллах, если ты намаз читаешь, она будет ревновать иногда, если сильно любит, к намазу, к книгам. Это, у Аллаха, даже не бывает дома. Моя жена постоянно жалуется, говорит, ты постоянно читаешь. Ну, приходи с нами, посиди с ней немножко. Понимаешь, да? Это норма, брат, пойми женщину. И, брат, обязательно я тебе дальше расскажу, что тебе надо понимать от женщины, чтобы ты был счастлив с ней. Женщина, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалам, описал ее таким образом. Он говорит, большинство абидателей аада – это женщины. Почему я, Расул Аллах? Потому что, Аллаху ма салли аля Мухаммад, потому что они быстро завивают добро. Это реально суть женщины. Реально. История очень известная. Можешь, брат Адам, искать ее в интернете. Называется Яумуттин. Яумуттин – День Глини. Ты слышал про нее? Читал про нее? Да. Если тебе арабский знал, я тебе бы сказал, искши ее. Ладно, она чуть долго, послушай. Ну, интересная история. Был такой амир из Андалузии. Его звали Ибн Абидин. Ибн Абидин, он был очень сильный романтик. И у него, на самом деле, его штат был самый красивый штат. И его штат был самый близкий штат к португальцам и крестоносцам. И, субханаллах, он что любил, если захочешь, у него, он любил бассейны. И от него, между прочим, от Ибн Абидин пошли эти фонтаны. И он больше что любил, у него было много гарем. Но это не гарем, по-русски правильно сказать, наложниц. Он любил их собрать. И им бросать деньги. Им бросать деньги. И они между собой дрались, чтобы деньги забрать. Кто больше собирает. И он любил, как они дерутся между его рук. Вот так смотрят, как они борются. Субханаллах, и однажды он ходил вокруг своего дворца. Там бассейн, там вода красивая. И он стихи сказал. Он сказал, какая нежная вода. Короче, там есть водопад, падает водопад. И от водопада идет такой воздух. Или как, вода ломается и падает на него. И он про это говорил очень красивые стихи. И рифмично, тоже стихами отвечает ему другая женщина. И ему говорит, тоже такие стихи. Говорит, хватало этой водой, еще чуть-чуть маленькая температура, она становится как нож и режет твою кожу. Имейся в виду, если она становится льдом, этот лед режет тебя. Понял? Он наслаждается теплой, прохладной этой водой. Она сказала, если его много будет, он тебе режет. На самом деле, очень мудро она ему ответила. Он прямо зауважал ее. Она была цыганка, но он поднял ее. Ну, Хажар в Испании. Наверное, по-русски будет цыганка. Но это люди, которые ходят, танцуют, поют, развлекают людей. Их было точно так же, типа того. Он поднял ее уровень и стал на уровне тех женщин, которые у него в дворце. Он на них кидает деньги. И они дерутся между собой. И смотрит он на их красоту. И, собханно, он тоже кидал деньги. Они начали бороться. Она стояла напротив него и смотрит на него. Говорит, что ты не дерешься с ними? Тоже забирай свою удель. Она сказала, мне деньги не нужны. Он сказал, а что тебе нужно? Она сказала, мне нужен хозяин денег. Он прямо влюбился в ней. Он женился на ней. Знаешь? И однажды она стала капризничать. Ей уже все это не нравится. Поднимает ее он. Поднимает. Представляешь? Ей даже деньги не нужны. Стала она больше. От нее даже рожал. Представляешь? Амир. И однажды она сказала ему, все это мне надоело. Этот дворец, эти духи, эти служанки. Это все надоело. Хочу идти обратно к своему народу босиком ходить. Я соскучился по длине. Хочу ходить босиком по длине, по грязи. Я так хочу жить. Потом он сказал ей, ладно, иди спи, завтра реши. Он пошел своими руками. Представляешь? В зал розы. Туда муску слил. Он сделал своими руками длину и по всему дворцу сделал эту длину. Когда она встала с утра, он говорит, теперь ходи по длине. Босиком. Понимаешь? Субханаллах. Этот день, между прочим, очень известный в арабской истории. Называется Ямуттин. Дальше скажу. Потом, Субханаллах, крестоносцы хотели забрать его штат. Что он сделал? У него ни одного военника нет, представляешь? Он только на романтике, на красоте теряется деньги. Он позвал Ибн Ташифин. Это другой штат. Он позвал его, что забирают мой штат. Помоги, пожалуйста. Ибн Ташифин был воин, лучше никуда. Между прочим, о нем написано в 100 великих мужчин. Написано о нем. Он говорит, лучше никуда. Как Ибн Ташифин зашел в этот штат, посмотрел, неужели есть такая красота. А у него там одни войны. У его штат только войны. Субханаллах, Ибн Ташифин спокойно изыгнал крестоносцев, но забрал его штат и сажал его в термо. Когда сажал его в термо с женой. Когда сидел со своей женой в термо, она ему сказала, Я не видала от тебя добро никогда. Вот эта цыганка, которая вчера по грозе ходила босиком, она сказала ему в термо. Я от тебя никогда не видала добро. Он сказал ей, а что насчет денег линии? Она тогда молчала. Это, брат, субханаллах, суд женщины. Однажды, в Аллахе, даже я сам, брат, это может тебя успокаивать. Однажды, в Аллахе, со своей женой о какой-то теме, ну, спором, скажем, не договоримся. Она тоже мне это говорила. Я от тебя никогда не видала добро. В Аллахе, я упал на коленки и настолько смеялся. Она сказала, я не понимаю, ты хочешь ругаться или хочешь смеяться. Я говорю, ты один в один, как пророк Мухаммад Сауссалам говорил, ты так говорила. Оказывается, этот хадис не знала. Она моментально сказала, извини, пожалуйста. Вот, в Аллахе, брат мой, поэтому я тебе говорю, помоги своей жене по пасту в рай. Помоги ей по пасту в рай. Если ты ее не понимаешь, она на самом деле, она будет страдать. И ты будешь человеком. И тоже так же я обращаюсь к сестрам. Сестры, помогайте своим мужам по пасту в рай. Потому что она должна понимать суть мужчины, иншаллах. Тогда, может, это, иншаллах, брат, оставим на следующей лекции. Пусть этот вопрос твой. Что хотят женщины, да? Ну, следующая, иншаллах, лекция, что хотят мужчины. Но это важно, брат мой. Если ты не поймешь суть женщины, ты никогда не будешь счастлив с женщиной. Если ты думаешь, сейчас ты хочешь разводиться со своей женой, вторая тоже такая же. Вторая тоже у нее такие вот те качества. Забывает быстрее, любит эту красоту. Любит, понимаешь, во время спора она неясная, нерешительная. Она нуждается в тебе. Это женщина. Пойми ее в конце концов.